Мы не будем делать, поэтому вот такая мглистая туманность. Дальше у нас с вами лежачая плоскость моря. Море вы видите тихое, спокойная вода, очень ровная, ровная как стол. Уложим эту воду. Чуть темнее она на переднем плане. Таких сюжетов очень много. В Крыму, в других средиземноморских местах очень много подобных сюжетов. Поэтому познакомившись с этой задачей, вы сможете потом решать и другие. Вы видите, я уложил некоторой полосатостью, нарочитой полосатостью. Подразумевая легенькие колебания воды. Сделал это с некоторым запасом. Зашел дальше, не ограничился только этим островочком. И сделал это очень ровными следочками, подразумевая тишину воды и ровность как стол. Вот я выразил эту ровность воды. Мало того, вещество краски, которое было, и то, которое я еще и добавил, дало некое лоснение краски. Не знаю, видит ли камера, но с моей позиции очень хорошо видно лоснение. Лоснение, которое как будто солнечный свет, зайчики солнечные теребят эту воду. Дальше мы поступим следующим образом. Вы помните, что я хотел предпринять только синий рисунок изначально, чтобы потом вложить солнечные зайчики. Сейчас я объясняю, зачем я это буду, не стану. Мы чуть позже увидим причины такого действия. Итак, наш рисунок. Это зерень, которая окутала все это пространство. Я по-прежнему беру голубую и синюю. Вот они, лежачая к холсту кисть, моделировательно, 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 лежачая к холсту. В разных направлениях, вы видите, я укладываю штрешочком. Не сильно внедряюсь в холст, а такие поверхностные чирки. Штриховательные поверхностные чирки. Вот такие. Даже если бы я зашел где-то чуть-чуть за линию, это не страшно было бы. Но я стараюсь чуть занизить свой рисунок, чтобы потом, если что, приподнять. То есть, лучше не додать, чем заслонить эту хорошенькую воду. И все, что у меня здесь, все что в тени, все что темно, я делаю только синими. Синими, голубыми и даже вот эти теневые. Вы видите, кистью можно не только гладительно провести, но и вот так, будоражительно. Тоже хороший эффект достигается от такой укладки. Намек на горочку дальнего плана, чтобы хотя бы мы уже знали, где она у нас находится. Хорошие ориентиры, если мы работаем с какого-то фотоматериала, для нас были бы середины холста. Вы видите, что зелень внятно зашла за середину. Здесь устремилось к середине вот этот подъем, прямо к диагонали устремилось. Значит, здесь мы чуть-чуть зашли, и вы видите, вот такое макательное. Макательное, чиркательное, моделировательное. Такой характер укладки. Репь зелени не только макательна, не макательна, а чиркательное, макательное, моделировательное. То есть, вы видите, я в разных направлениях стараюсь этот чирк устроить. Немножко он лодочным характером, я его задаю, видите, да? То есть, это не просто макание. Даже на уроках, когда ты уже несколько раз проговорил эту задачу, многие ученики продолжают просто макать. Не делаем так, а делаем с каким-то отношением, с каким-то моделированием. Куст на переднем плане. Еще один. Может быть, эти чуть-чуть придостать. Еще одно причудо, которое я хотел бы вам показать. Это рисунок мастихина. Вроде как, изначально нужно было все нарисовать, а потом спокойненько раскрашивать. Вкуснее, интереснее работать по этой схеме. Ну, вот наши колонны. Эти колонны прекрасно добыть можно вот таким процарапыванием. И намек на рисунок сразу появляется. К яблокам мастихина добываем колонны. Пусть и призрачно, но даже очень красиво по-своему происходит этот поиск рисунков. Вы видите, я начал не с этой колонны, а начал как бы издалека. Потихоньку добываю оттуда сюжет. Потому что здесь более ответственное место, место касания. того, что уже переделывать было бы сложно. Здесь можно все переделать. Поэтому здесь я и начал в первую очередь. Вы поступайте так же. Находите место, которое безопасно. Более безопасно. Еще один способ рисунка. Это вот так взять мастихин. Рабочей частью на себя. Сюда большой палец, сюда указательный. И еще вариант прошкрябанного. Это колонны, которые слева. Также можно добавить вышкрябанности этим колоннам. и таким образом несколько расчистить территорию для будущей белой краски, которая ляжет сюда. Расчистить от голубого. здесь у нас заборчик, за которым все к морю. Здесь у нас солнечные зайчики. краски. Можно предварительно наметить себе и их хотя бы познакомиться с идеей вот такой рябой, но очень горизонтальной затеей. еще раз посмотрите, что мы делаем в этом пространстве. Вот рисовальщик. Когда мы положили окружающую среду, некое вещество окружающей среды, мы можем себе позволить вот так повыштрябывать рисунок. Мало того, у нас стерка и все, что нас не устраивает, мы поправляем стеркой. Стерка в виде нашего пальца. Некоторая светлость за последней колонной обозначим и ее. Вы видите, холст совсем не собирается протыкаться, особенно, если у вас хороший холст. Вот, вы видите, что все прекрасно можно порисовать, буквально порисовать. И мелкость листиков на дальнем плане и светлость листиков. и здесь можно что-то себе пообозначать. Ну так, чтобы ориентироваться. Вот они, вот они, вот они. Заодно, пока мы так делали бы, мы бы познакомились с общей идеей рисунка чисто для себя. Нам уже не так будет непонятно, что мы рисуем. Вот эти сегменты. Вот эти сегменты. Вы видите, даже на стадии только голубого это уже как-то приобретает вид. Особенно в связи с тем, что выгребая белый, он уже смотрится чуть тепло, как прилично солнечным зайчиком. И сейчас мы будем делать главное развлечение этой картины. Вы можете увидеть сейчас, что я палитру приготовил для иных цветов. То есть уже ни синих, ни голубых. Начну с колонн как самых выразительных и ярких пятен в картине. белильца и кадмий красный светлый. Я думаю, камера видит. Кадмий красный светлый очень хорош для солнечных проявлений. Можно было бы и желтого чуть-чуть добавить, но можно и обойтись без желтого. Мера краски, которую я беру, вы видите, небольшая. Я не беру ком краски, я беру малую меру. На палитре формирую эту меру. Я не смешал горку одной краски и другой, а щупанье добыл нужную консистенцию и нужную пропорцию одного цвета к другому. Уложил. Поставил чуть-чуть на ребро, чуть-чуть на ребро, чуть-чуть и придавил. Сиятельный эффект. Раздавленная краска дает сиятельный эффект. И полное ощущение солнечности вот этого пятна. если я зашел в долине, вы видите, как легко я ее свой заход отремонтировал. эти пятна. Эти пятна укладываю более бесцеремонно, но раздавлено. Вы видите, краска раздавливается со мной. Уточняется и даже теневую добыл. Теневую. так же. Похожим образом и здесь. Можно и сверху вниз, и снизу вверх. И опять подрезанием восстановим порядок. Вот эти места в колонн обозначим, обозначим. Можно еще и вот так распорядиться с этим. Вот по такой траектории. Показать, что колонна круглая штрихом по цилиндру. Вот таким чирканьем. Поскольку краски немного, то удается это сделать безболезненно. И вот этот вот чирк вполне рассказывает о круглости. О круглости и о некой мятости, то есть старинности колонны. Мера краски в замесе, видите, по-прежнему небольшая. То есть я не делаю гору краски. Вот у нас намек на колонны произошел. Пока как бы этот первый вклад в эту задачу будут еще. Я примерно соотношение это попытался уложить. Внизу у нас с вами краснит и тень. И, конечно же, очень краснит, ну как бы алая такая, алый разбил свет. Ну, дорожка посыпана чем-то. Я беру сейчас красноту, то есть тот же цвет задействовал. И теперь уже им немного снабдил общо, как бы теневым цветом красноты. Припачкал всю теневую. Вы видите, как я пользовался кистью. И вы видите продресси голубого, которые везде пооставались. То есть я не закрасил грубо, я припачкал, только припачкал. Вот так припачкал. Можно и здесь тоже, поскольку и здесь у нас похожий цвете, и здесь тоже чуть-чуть припачкать. Опять расчищу палитру в этом месте. Возьму белильцы, возьму больший краснелец, может быть даже чуть-чуть желтелец. Слегка оранжеватость придам этой красноте. Зигзаг. Лоскуточность. Стайка солнечных зайчиков. Вот основные их проявления. Стайка. Зигзаг. Лоскутность. То есть вот эта зелень отбросила тени, а где-то остался свет. И вот этот свет я укладываю. Еще раз напомню. Зигзагом. Стайкой. Научитесь обращать внимание на понятие стайки. Очень много мазочков в живописи укладывается именно стайкой и уж никак не в шахматном или каком-то другом порядке. При том, что стая тоже имеет некоторый порядок, но не такой, как геометрические проявления. Еще один момент. Эту же красочку я чуть-чуть придавил. Чуть-чуть придавил. Опять происходит идея сиятельности краски. Сиятельности. Сразу солнечно, сразу сиятельно. Чем дальше эти стайки? Эти стайки. Вы видите, как бы от колонн следочек более конкретный. Тем они уже, эти стаечки. И зигзагик все уже, пока не станет совсем. Узко и мало различимо, а практически цельной полосочкой. Так происходит вдали. И тоже можно чуть-чуть придавить. Не обязательно уж прямо давить-давить. Чуть-чуть. Чуть более разбросаны эти зайки на переднем плане. Все, что вдаль уходит, выстраивается в полосочки, в ступени. На переднем плане мы смотрим, и оно в рассыпную. Логика выглядит так. Когда мы на цветы сверху смотрим, мы видим их головочки в рассыпную. Когда вдали мы видим их головочки с тайкой. Смотрите. Смотрите. Вы видите, какая хорошенькая, засыпанная светом территория. Похожий цвет у нас и здесь. Это перила вот этого заборчика. Чтобы заборчик сразу был выражен, вернее, вот эта площадочка, как лежачая, я нарочитый кладу мазочки. Посмотрите, какая траектория движения мастихина. Посмотрите еще раз. Сейчас нарочито лежачую траекторию создаю, и она сразу лежит. На переднем плане можно подбить бортиком вот таким. И вы видите, идеальную крышечку. Обратите ваше внимание на то, что я всюду оставлял голубоватость. Чуть позже я объясню, зачем это нужно делать. Зелененький, в картине много зеленого. Берем голубую, берем желтую. Получили зеленый. В картине есть темно-зеленые места и светло-зеленые места. Начну укладывать с темных. Укладывая, я оставляю голубоватые пространства. Очень важно. Очень важно оставить несколько. Ну процентов 30. Вот этого голубого. Первичного, первоначального. Самые темные места насаждаю. Голубой, желтый в пользу голубого. И всюду у меня голубенький светится еще и в подкладке. Макательно кладу. Макательно, макательно, чиркательно, моделировательно. Многие совершают ошибку, когда укладывают вот так держа мастихин. Вот так надо держать. Мягко, как если бы вы держали черенок цветка. Ножку цветка. Вот. Мягкое касание. Крутя рукой. Покручивать, покручивать рукой. У некоторых почему-то рука не крутится. Тоже проблема. Но вы уж как-то заставьте ее вращаться. Все-таки это не сверх задача. Чтобы макание происходило с вращением руки. Не обязательно с той скоростью, с которой я это делаю. Вы можете делать со своей скоростью. Ощупать в начале макание. Кручение рукой. Ощупать. И тогда уже может быть, если у вас все в порядке, перейти к более решительным действиям. Вы видите, часть зелени слегка заслоняет и колонну. То есть она оплела колонну. Макательно. Чуть-чуть. Чиркательно. Чуть-чуть. И моделировательно. В том смысле, что я не даю выстраиваться мазочком вот в такое. Вот в такое не даю. Заставляю их разнообразно лечь. Чуть-чуть. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я возьму желтый и бирюзовый Это будет очень нарядный цвет И вот все, что у нас нарядненько светится Можно плюс белило Но чистый желтый не берите Многие делают ошибку, берут чистый желтый для светлой зелени Это очень некрасиво сидит обычно на картине Только сами непосредственно желтые цветы стоит так укладывать То в пользу бирюзовенькой, то в пользу Желтенькой, то в пользу Белил, укладываю светлую зелень Макательно, моделировательно Макательно, моделировательно Опять вы видите, что всюду у меня голубой немножко просвечивается И вот сейчас, я думаю, уже становится понятно Для чего он там существует Эффект воздуха Воздух в такую погоду Голубоватый Сиреневатый Синеватый Есть ощущение свежести Утреннести Воздушности Вот она, эта воздушность Мигает там, между листвой Листва, вы видите, некоторыми стайками укладывается тоже Здесь более тенистое место И я в пользу не самых светлых То есть, немножко в пользу бирюзовой укладываю этот цвет Чуть-чуть где-то помигиваю светлотики Вот она, вот она Некоторые, конечно, деликатности требует вот эта местность. Вы видите, немножко даже кончиком подмакиваю, кончиком мастихина. Вот такое, вот такое. Чуть темнее, чуть светлее. Но даже и здесь, как некий след в воздухе, вот тот голубоватый, который мы изначально положили туда. Он там тоже создает это настроение, тоже создает настроение воздуха, взвеси, взвешенности, легкости, прохлады. Хламничек к зелени. Вот эти всполохи света сквозь доски, на которых это все лежит. Вот там я их чуть-чуть, видите, всполохи по направленности положу. То, что выглядело несколько грубовато, после укладки светлых, перестало выглядеть грубоватым. Вы видите, оно усложнилось и стало, и стало не грубым, а вполне правдоподобным и аккуратненьким. То есть, успеваем еще подумать над будущим наших мазков. То есть, я предполагаю, не делал там утруждений. А теперь, просто спокойно усложнив свет тень, получил вкусное. Вкусное. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...